Александр Грин. Рука. Часть первая. За окнами вагона третьего класса моросил тусклый, селенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время посту курельцев, когда нужно взглянуть снова так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторые развлечения. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, владевшее костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его, и, наконец, решил, что уснуть в эту ночь — вещь для него немыслимая. Неизбежность, созданная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Часть вторая. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес. Она лежала, плотно укрытая шалью, в спокойном, крепком сне, милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигуры ее дышали нежной, детской доверчивостью существа, юного в жизни телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками пряди висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышала ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежали под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки. Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левый настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому, чистому профилю маленькой девушки, лежавшей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить. Поэтому, не решаясь, с одной стороны, лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребежали стекла, дождь барабанен с железа крыши, но кругом в красноватой полутьме грязного помещения спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты и его тужурки казались ненужными и бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной над головой. Спала девушка. Часть третья Было бы странно и сложно, если бы в городе в шаблоне и устойчивости человеческих отношений около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина и, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей. Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки, полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежищем. Молодой, сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу только того, что она спит, а он нет. И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Отяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий полусонный Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие. Жена его — вот эта самая девушка. Она тихо спит с счастливой близостью любимого человека. Пройдет минута, две, в сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдет и тихо, стараясь не разбудить ее, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах, добрых, знающих его, верных ему. Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как расистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Часть четвертая Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки. Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, не отдохнувшей головой, хмурая и раздраженная. Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно, ладонью приподнял руку девушке. Она была тяжела и тепла, но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушке. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее, чужая теплота, он не имел права заботиться. «В чем дело? В чем? В сущности тут дело», — сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту, несомненно, существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. «Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого». «Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление оберкондуктора? Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе. Да, и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?» Ответ сам просился на язык, ответ, заключавший в себе слова. «Это было бы странно». А за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении, а здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте. «Когда она проснется, ей-богу, спрошу». Это любопытно. «Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?» Он смотрел на ее свесившуюся, со вздувшимися на кисти жилками, руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел, и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял в свою большую, сильную руку теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно огляделся. «Но все спали». Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающий глаз. Костров нагнулся и, спокойно выдерживая взгляд, сказал, «Сударыня, я...» «А?» «Что?» «Зачем?» сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь и силясь понять, что хочет он от нее, этот большой, серьезный человек. Костров повторил, не торопясь, твердым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова. «Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего». Он перевел дух. «Вот пустяки!» сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку. «Стоило вам беспокоиться!» «Спасибо!» Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький, рассветный дождь царапал окно, тихо струилось, подымаясь и опускаясь телеграфная проволока. На целый день у большого, бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера. Вера в силу искренности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова